По всей России уже несколько месяцев продолжаются зачистки в Министерстве обороны. Так, на этой неделе был арестован заместитель генерального директора ФГБУ, государственная компания 223-й летный отряд Евгений Бутусов. Коррупционера поймали за взятки при перевозках оборудования на Ил-76 и Ту-154. Также Следственный комитет устроил облаву и задержал председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти Юрия Андреева за взятку более 32 миллионов рублей. По версии правоохранителей, вместе с другим фигурантом чиновник способствовал заключению муниципальных контрактов с ущербом для бюджета. Попался и бывший помощник главы Росалкогольрегулирования. Сообщается, что Басманный суд Москвы арестовал Михаила Терещенко по делу о даче взятки в особо крупном размере. Как мы видим, повсеместно происходят не только аресты, но и замечено серьезное ужесточение к уже отбывающим наказаниям оборотням. К примеру, бывший главе комитета по управлению имуществом Саратова Елене Салеевой и ее подчиненному Андрею Краснову не удалось обжаловать обвинительный приговор. Напомним, их осудили за взяточничество и превышение полномочий. Установлено, что они получили взятку в виде денег и иного имущества на общую сумму 17 миллионов рублей. Что же движет теми, кто убежденно и уверенно пытается скрыть и даже оправдать свои преступления? Неужели они и вправду не осознают всю тяжесть своих преступных действий и последующего риска общественной безопасности? Возможно, эти люди никогда об этом и не задумывались. А значит, представлять государственную власть они недостойны.